ну как? сейчас слышно меня? вот хоть одно слово понял сейчас слышно? не слышно? не слышно? я перегрузил, у меня все хорошо, прям звук какой-то от вас что же такое может быть? микрофон все включен у меня так, хорошо, ну сейчас слышно, давайте говорите сейчас слышно, да? не слышно опять? ну немножко прерывается, прерывается, мне плохо понятно, я могу не ответить, ну Володя ладно будет переводить, говорите да я, мы с вами уже общались, ну кое-какие темы, с вами выходил на связь, и хотел бы вам еще задать несколько вопросов, которые волнуют меня сейчас ну вы не против, что записывается и заставляется? я все знаю, да, не против не против, все, говорите ну первый вопрос я задам, вот Христос пришел исполнить закон, и исполнил его а что конкретно перестало быть актуально в Ветском Завете, а стало актуально в Новом Завете? было что такое, Христос отменил, а что-то, ну, добавил, или там апостолу добавили, потому что я со священником вот разговаривал он мне говорит, там, на какие-то темы, что многое в Ветском Завете стало неактуально в Новом Завете так как вписывались там некоторые санитарные нормы, еще какие-то, вот хотел бы вас спросить действительно так, есть какие-то? да, 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 потому что в Новом Завете это все вошло в то, что учение дал Господь Иисус Христос оно ничего не отменено это вот, допустим, указывается на субботу, а суббота отошла, она никуда не отошла, она вечная но она прообразно указывала на воскресенье вот в Ветском Завете было обрезание, но в Новом же нет, есть, обрезание осталось, но только оно переведено на крещение апостол Павел говорит в послании к Колоссянам вы обрезаны, обрезанием рюкотворенным, будучи крещены прямо, определенно, четко вот в Ветском Завете мы по порядку, что идем, храм а люди не понимали, храм, храм, а Господь говорит, разрушите храм и в три дня созижду этот храм указывал на тело Христова разрушите я созижду а они ему это в обвинение ставили в этом надо знать, что именно церковь это все рассмотрела часть какая-то остается, а другая в меньшей степени где-то допустим, женщина в нечистоте это в Ветском Завете было когда у нее истещение там месячное в Новом Завете, допустим, спросите сектантов они понятия не имеют в Новом Завете тоже соблюдается в нечистоте она не может быть крещеная вот она приехала с севера я там встречал такой случай был ну и завтра крестить она долго так готовилась ну все, все правильно ответила подошла к батюшке и говорит у меня началось это вот батюшка не наш там другой был хороший такой кандидат богословских наук он спрашивает ну что делать я открываю ему канун ничего не делать пусть сидит ждет даст телеграмму что она с севера приехала но она и сидела тут сколько там неделю больше пока все не закончилось не зачистилось и все а почему так а не надо почему я православный вопрос всякий снят внешне ничего Господь не изменил как начинает да это ему в Новом Завете в Новом Завете это требуется чистота значит побриться надо подмышками ну и весь там это такие глупости городят человека Бог не пришел внешне изменять он остался тот же самый со всеми его недостатками со всеми пороками и внешний вид его и брови и глаза все осталось так же и были пришивые и лысые все поэтому говорить о безменении в Новом Завете даже говорить не о чем в Ветхом Завете написано что на сестре родной нельзя жениться там на тетке не открывай наготу там матери а что в Новом Завете в Новом Завете ничего не сказано выходит на матери может жениться как у персов конечно нет поэтому эти законы не нами разбирались как у Василия Великого они подробно показаны как тогда был священник вместо врача у тебя проказа появилась иди к священнику а сегодня ли прозорие пойди там врач у которого большое образование он от врача получает награду и они лечат к священнику не идут лечиться если болен признает пресвятеров помолятся помазавший его или вот конкретно по каждому случаю священник сказал вам правильно но он должен показать где и что чтобы не самовольничать для этого книга есть есть Симеона Солунского и новая скрижаль там по пунктам все разъяснено какая нечистота допустим у мужчины истечения семени также нечистота ну-ка куда ты пришел о какой вот ну-ка посмотри какой а я сейчас покажу его давай-ка покажем моего а а а вот он мой-то умеет твоего ну-ка посмотри вон Котя Котя гляди вот он какой гляди-ка хвост у него какой как лиса о ну и вот значит мужчина это как будто бы нечистоту не соблюдает в просе сектантов они не знают у православных это соблюдается поэтому батюшка не имеет общения у нас посты определенное время вот 7 недель с женщинами нет сообщения а почему посты мне не надо вопрос задавать я православный у нас все прописано а я не согласен ну не согласен 21 тысяча сект говорит никто не запретит пойти а если случилось так что человек готовился к причастию ничего не было ни женщины ничего и вдруг случилось такое на это правило говорится от тебя это не зависело это как излияние слюны иначе так сатана будет все время играть ты никогда не причастишься ну как а мой тело иди церковь читай каноны и причастись то есть нельзя и в то же время можно нельзя когда ты умышленно сам разжегся а другое дело когда не было то есть законы каноны настолько неумно составлены я много лет занимался ими поэтому батюшка ответил правильно но только надо вам чтобы разъяснение было я назвал вам книги а еще исполнил только иисус что человек исполнил закон не подсих еще так рвет прямо как вы говорите прямо такими прерывистыми потихоньку медленно произносите христос исполнил весь закон а человеку дано исполнил весь закон нет не исполни его не исполни поэтому он исполнил и показал что он полностью неисполним и кто в одном согрешит виной он во всем новый завет возвышен беспредельно в ветхом завете считалось прелюбодеяние а в новом завете взгляд с вожделением посмотрел в ветхом завете взял догнал убил там а в новом завете гневающийся на брата есть человека убийца а вот теперь этот новый завет исполни а можно в новом завете исполнены духом святым все исполняет ветхи завета они не могли исполнить поэтому им давались вот эти принимали они на себя обет назарейства и апостол Павел это брал прикоснулся к мертвому назарейство пропало берет на 5 лет и по новому начинает 5 лет в новом завете этого нет поэтому прикосновение а новый завет тоже нельзя исполнить весь я сказал новый завет полностью весь исполняется потому что здесь благодать духа святого дух святой и когда говорят так апостол Павел говорит чего не хочу то делаю поэтому бедный я человек он говорит не о себе а о природе человеческой ты посмотри толкование какое апостол Павел исполнял все ни в чем не было виной он говорит желаю разрешить быть со Христом что не сравненно лучше он с Господом все время был подражайте мне как я Христу то есть он полностью подражал Христу надо еще понимать когда Павел говорит говорит просто о человеческом создании общества природа человеческая когда когда я жил без закона тогда был да ни одного дня не жил без закона восьмой день обрезан от парисея парисей он говорит о человеческой когда не было Моисеева закона не было и греха за это не было потому что ну не святопор не стоял красный свет ты гнал на прополу а теперь поставили закон нельзя на красный ты вчера ездил а сегодня уже нельзя почему уже стоит закон вот смысл какой а вот вы еще говорите то что Господь за грехи прощает да вот везде пишет Иван простит тебе грех а вы говорите что бывает я читал книгу что как бы Господь не прощает за так так вот прощает за так я поясняю как в рождении свыше первый пункт нужно признать что я грешник погибший окончательно бесповоротно совершенно и поэтому а Бог простит Бог не прощает никому ничего это не свойство Божие прощать но Адаму взял туда и просил а через Адама умираем мы все семь с половиной тысяч лет почему это свойство Божьей святости возьмите за грех смерть грех Адама и смерть все и поэтому пришел Сын Божий и взял на себя грех и все равно наступила смерть за грех смерть умер Христос он умер за грехи наши по Писанию написано вот в каком смысле Бог не прощает за так вот я допустим сын ваш играл там футбол ударил мне в окно я ладно да я прощаю я сам застеклю у Бога этого он не может это сделать потому что грех имеет смертельную опасность настолько далеко он отдаляет человека и поэтому люди когда надеются что ну я помолюсь там барана принесу курбан мусульман там на баране там в рай их видишь никуда ты не видишь только в ад кто-то должен умереть за грех а этот кто-то все грешники поэтому беспорочный сын Божий един свят един Господь Иисус Христос и он берет на себя грех мира то есть и наш ну это я понял то есть ну нет мы при этом сейчас правда исповедуемся о своих грехах как-то пригрешении там вольных не вольных все же каждый день мы в чем-то согрешаем и вот тогда Господь прощает уже прощает во имя Иисуса Христа вольный не может ты можешь говорить день и ночь но без жертвы Христа не прощается верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную а не верующий не увидеть жизни кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха но перед этим два условия надо выполнить первое если ходим во свете как Он во свете то есть никакой тьмы нету в делах наших имеем общение друг с другом вот мы имеем мы тратим время вы пришли старались готовились это тоже общение и дверь что было открыто были друзья а не так у меня никого нету я привык один мне один тут хвалится я знаю там ничего нету там тьма кромешная тогда написано кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха первое послание Иоанна первая глава седьмой стих это правильно когда мы каемся во имя Иисуса Христа священник говорит власть уданная мне от Бога разрешаешься от грехов когда каешься на исповеди во имя Иисуса Христа во имя что Он эти грехи взял на себя а не священник тут очень просто понять что грех сделанный из-за него надо умереть умереть а можно что не умирать никак это Божье свойство Бог не может отречься Он сказал и написано Бог не может отречься Бог не может солгать в двух непреложенных вещах но я помню то есть на исповеди когда мы каемся Господь против очищения да властью которую дал Бог священникам Он разрешает нас не от тех грехов я согрешил против вас я у вас просу прощения без всякого священника мы простили друг друга и Бог зафиксировал ну а когда я согрешил против Бога кто будет ходатаем это прямо первая книга Сарс говорится согрешит против Бога а мы-то грешим часто против Бога леностью небрежением подозрением худыми разговорами то просто так сидим да будь он такой то за что бы ему повылазило перед Богом то это другая таблица измерения грехов и поэтому данная нам благодать священство почему еретики такие дерзкие они не ходят на исповедь и они простые вещи не понимают сектанты совершенно вот я знаю самое правильное из них баптисты потому что они непосредственно в православных вышли но на простых вещах они тысячелетное царство не понимают иконы не понимают а церкви не понимают почему а они не в церкви нет освещения вот они знают я не пью не курю я говорю ну космонавты готовы можно еще да следующий да а вот такой вопрос сущный вот у нас это уже как мы в миру живем работаем и вот надо ли подчиняться на работе своему начальнику надо ли подчиняться своему начальнику на работе ты пришел на работу и написано чти начальство и должен подчиняться вся библия этим наполнена ибо они я понял вопрос следующий заключается в чем вопрос в том что вот насчет бороды я все знаю я когда к начальникам прихожу и вот мой еще не понятно непонятно еще понимаете опять повторите еще раз у вас сейчас связано это с микрофоном или что может я слышу не знаю вроде все может быть интернет это может быть интернет 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 ладно ну что начальник сказал то ну сказал и сказал вы то при чем здесь при том что если не сбрежешь бороду я тебя уволю ну и пусть уволят пусть уволят а после этого ты напиши подай в комитет защиты прав человека и он оплатит тебе ты месяца два не ходи а потом подай за каждый день заплатит такого нет в законодательстве нигде что вы трясетесь то вы бога бойтесь сколько время знакомых без бороды просто я не хочу ругаться не надо спокойно спокойно и все так это ваша воля скажи пожалуйста если вы хороший работник вам 10 раз 10 бород простят а если вы какой попал он легко вас выгонит но он должен написать трудовую а он не написать если ты хороший работник не пропускаешь выполняешь норму он не может тебе написать у тебя есть профсоюзная организация обратись туда вы не позволяете им над собой командовать ну я так же на этой земле живу в советское время они ничего не могли сделать пусть они сделают пусть он напишет он ничего не сделает у меня на работе был такой случай я просто скажу как было секретарь приходит и говорит она сидит тут от начальника двери поставьте вторые двери начальник там говорит по телефону я не хочу слушать а что он матерится так матерится так я пришел дверь замеряю там двойная чтобы дверь была он поднял голову а что вы а я старший в охране а свободные дни три дня свободные там я день ремонтирую получаю деньги там в городе работаю здесь я говорю секретарь велела поставить дверь вторую потому что вы сквернословите сильно он как заигрался Иван Пантелеевич Мироненко мужик совсем не развитый такой но он начальник так это что еще такое мне сказали я делаю как он начал ругаться я даже не слышал так я сразу пошел к главному бухгалтеру я говорю а почему вы молчите вы знаете что он ругается ну да и при вас матерится да а почему молчите так он с работы уволит как он тебя уволит ну найдет причину я пошел к экономисту тоже разговор я пошел к заму а зам говорит я машину ремонтирую она здесь на базе на нашей стоит он меня выгонит оттуда с машины я пошел под завскладами они говорят ой да он такой матерится все время а что вы не говорите так он премиальных лишит я понял все уязвимы кроме меня как Сергей Радонский пришел братья кто дрова наколет все заняты он взял топор и пошел один я свободный я тогда сразу же в этот день пошел в управление хлебоприемной промышленности ну нашел порторка старое советское время еще я говорю так и так вот у меня неприятность написал бумагу вам он прочитал да вы что я говорю да такой стиль работы я ему сказал говорю Иван Пантелеич такой стиль работы партия уже осудила хорошо разберемся буквально через несколько часов приезжает портор с управления что они о нем там говорили вызвали меня так это так было я говорю да так так если у вас совсем настроения нет вам охота материться я говорю держите на свою дачу и ругайтесь я говорю у вас на дереве вырастет то какими словами вы выражаетесь тогда мой начальник скис опустил голову все как его подменили но мне то он зачем такое нужен то я теперь гляжу какие у него недостатки начал выискивать я смотрю у него подошва на ботинке оторвалась я принес там ему у меня обувь а я на работе там щеню все это переплетая книги я постоянно одновременно я же сторож он а что это такое я говорю наденьте с галошем а я тут починю вам сейчас он ни слова не говоря разнулся я эту обувь притащил отремонтировал он надел у нас отношения сохранились хорошие а я еще старше по пожарной безопасности а он я всем запрещаю никто не курит и нельзя машины разогревать даже я зловредный мужик то оказался а он идет и курит замом то я догнал его так вам потелишь на базе курить нельзя да вы что мне указываете а зам говорит Михаил Федорович говорит нет он говорит прав он выбора не может делать он делает абсолютно правильно он потушил папиросы и больше не курил это от тебя зависит он ко мне не может подыскать никаким образом понимаете как его на нем старший пытается что-то делать мне надо ехать и далеко в Красноярский край в Сибирь Енисейск но шофер который возил его он теперь стал сторожем а ему нужно день он говорит подежурь за меня мне надо съездить я говорю ну пожалуйста он пришел еще раз а мне-то дни-то надо я говорю ну тогда в следующий раз тогда два дежурства возьмешь а два это по три четыре это у меня получается 12 дней а за мной-то КГБ следит КГБ поставили машину а меня нигде нету они к начальству а где Лапкин он как где на работе сегодня его дежурство он пришел а там Жданов сидит Анатолий да как ты оказался здесь ну как мне надо я он с начальником так смело разговаривал знал его все недостатки да как ты мог да так и мог я его попросил он мне оказал внимание а теперь он свободен начальник подошел еще не знаю а где он АКГБ говорят да он уже в Красноярском крае они за мной следом идут вот и все а начальник-то ворохнулся а они его не надо ничего не надо не надо тут мне на работе я отработан и не будь неуязвим неуязвим по работе у меня работа почти все время была когда я на стройке работал 280-300 процентов они меня вот так вот на руках таскали премиальные не дают а оценят как надо я понял я просто не хотел как бы может быть концентрировать думаешь по Ивану или может быть без терпения провести смирение какое-то какое-то смирение или не надо никакое это не смирение это так можно что угодно сделать он скажет тебе в воскресенье работать а в воскресенье я не пойду работать в воскресенье может работать врач в сельском хозяйстве животновод и сторож все на этом кончилось думаю как сторожа сторожа вот сторож если есть в воскресенье можешь работать график как тебе идет но борода совершенно ни при чем вот у нас одна была его же прям вот так ну и другая значит пусть уволят пусть а вы не бойтесь вот у нас одна была из Казахстана так он это не нас не знает за это дело а как бы ниже стоящих начальников и говорит вот вы 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 их уголовь а не нас больше я сохраняю образ божий у нас в семье должно быть папа и мама не две мамы я не хочу быть похожим на евнуха вы их отбрете ты поскажи скажи Карл Марс какой Энгельс какой сидят всех и ты посмотри у нас я понял не просто это его прихоть я понимаю и все вот как бы поэтому я вас хотел спросить то ли здесь мириться потерпеть то ли проявить я не хочу у меня душа не терпит у меня душа не терпит просто на самом деле да не надо делать вы уже терпите вы уже брали бритву вы его уничтожите и в руки никогда больше не берите я сижу в тюрьме приговор вынесут и уже надо бриться я к начальнику пишу прокурору по надзору и мне разрешили до лагеря я в армии на военном билете с бородой сижу что вы такие трухлявые да никогда даже разговаривать не надо понимаете что это ваш образ образ бог дал тебе образ я не могу к нему прикасаться у нас было такое один работал в кровевой прокуратуре ну он на вахте сидел то а потом бы уверовал борода как узнали как они за ним гонялись ну уволили уволили но уволили они нашли другое у него был там где-то пропуск и он какое-то дело нашли за ним была сестра одна Хапилина Валентина из Казахстана она уверовала приехала у нас приняла крещение теперь на работе везде она в платочке как взъелся начальник на нее убери она работает экономистом кажется или бухгалтером там в банке ее ценят бухгалтер да в банке работал в банке в банке даже вот видишь как ну и она звонит что делать ничего не делать как была ее уволили они говорят у меня уволят а там сын еще не ладно на ее зарплату живут я говорю ты ну это никогда не гляди ради бога ради бога это удовольствие одно пострадать ну и она ушла ушла Глена в детский сад поступила работа более меньше ответственности больше зарплаты платочки как была так и была у нас знакомая сестра молодая ее пригласили преподавать изобразительное искусство в школе 68 здесь я говорю ты сразу пойди Наташа к директору он хороший Торшин заслуженный учитель РСПСР он поймет тебя и правда она поговорила с ним и так в платочке как у нас повойник второй платочек и здесь ей честь и уважение и все у меня двоюродная племянница родная племянница поступила в училище она учится а там спортивный зал и ей надо там надевать брюки чтобы я говорю нельзя ну я сам пошел поговорил с директором это если нельзя значит нельзя увольняйте ее да нет нет там она хорошо учится ну значит она будет так как есть юбка ну у ней брюки а сверху юбка что была как мусульманки делать все отступились у меня ни разу не было нигде чтобы непереходимое вот такое было ни по бороде нигде это от тебя зависит я понял ты реши сейчас сейчас реши сейчас только закончим разговаривать шнур отстриге от бритвы ее выбрось а шнур оставь там куда-нибудь на плитку или куда пойдет все на этом и никогда но когда я меня привезли в тюрьму это в лагерь уже там меня уже насильно побрели там уже ничего нельзя сделать было но от меня это не зависит они снасильничали но когда я освободился я сидел дома в церковь не ходил пока борода не отросла меня на на дому приходили священники посещали и все я живу на этой земле и ни разу не пришлось даже вопрос ставить такой бороды он мне сказал на 51-е польское правило говорит это чушь что-то борода говорит это уже отменена но я конечно нет я как бы ваше мнение 51-е 51-е да мы сейчас посмотрим но я прочитал ничего не нашел да ничего нет он лжет отойди от него это волк лютый все он лжет и отойди от него как от лжеца даже разговаривать он говорит почему потому что это прелюбодейное семя берите бороду это спросите протопопа вакуума блудодейная ересь он блудник я с вами согласен полно что стараться исполнить по мере сил насколько надо его исполнять стараться а вот вы считаете кому-то будет что может исполниться а кто-то меньше да что меньше повторите еще раз прерывалось прерывается голос потихоньку не торопитесь я говорю Господь дает силу кому-то больше преодоления а кому-то меньше да есть такое ну как апостолы вот они апостолы другие учителя другие пророки как бы вот вы больше вере наверное сильнее вере недавно вот мы как бы еще на пути стоим Краснов Левитин прямо пишет наступила война а тут были сторожа и трактористы и был мужок мужичок забитый бабой даже било его но взяли в армию но много ли было предателей трусов всех одели и сразу и все разговор окончен это мы сами себе делаем лживую льготу нигде нам православным о бороде даже заикаться не надо ты пройди по иконам посмотри все пророки да иди на кого ты похожи то пес смердящий зачем ты заходишь в храм бритой даже не хоронили на кладбище приравнивали к собакам вот и все вы более строго относитесь к себе и к образу Божьему храните его а то Бог даст язву стараемся стараемся ну все чтоб к этой теме не возвращались в следующий раз приди с бородой а по поводу десятины вот как рассчитать в современной вот церкви десятины к примеру они я приходил спрашивал десятины допустим я хочу там десятины а как мне понять вот я работаю да там грубо говоря у меня зарплата 50 тысяч рублей и вот десятины 10 процентов получается 5 тысяч 5 тысяч в год или как или в месяц или как это вообще считается в месяц сколько получаешь 50 тысяч ну у меня работа официально 30 тысяч 30 тысяч и плюс подрабатываю еще 20 тысяч ну чтобы ты не заработал подрабатывал со всего абсолютно достатка и даже с огорода ты обязан десятую часть отдать ты можешь давать больше Тавид книга первая глава восьмой стих он говорит мои там родственники они там делали так а я платил всегда три десятины никогда не торгуйся с Богом он Бог тебе прольет с неба еще больше обязательно высчитай и разговоров нет вот я пенсионер посмотри я пенсионер у меня минимальная пенсия бомжа мне не давали работать только сторожем при милиции а вот сейчас наступил Новый год я десятину высчитал пенсии это одинаковые у меня священник брат родной я ему за год вперед отдал десятину я даже разговаривать не буду почему я хочу быть благословенным у Бога благословенным десятина Богу принадлежит я подсчитал и за год вперед я вот понял вас а вот как вот говорят там Иван Златовоз так лучше можно бы не в цикле сдавать десятину а может быть на бедных потратить или еще правильно правильно вторая десятина идет на храм как это даже требовала десятина это он никто вас не заставляет первой вы обязаны без этого вы никто вы обязаны отдать на содержание священника и храма прямо в руки ему отдайте у кого исповедуетесь а на нищих так вы говорите он волк лютый вы найдите такого который настоящий священник если он лжет на каноны и проще это волк он пожирает а если он 50% так 50% так говорит то вот как понять как 50% ну 50% он действительно как вы считаете как я считаю соглашаюсь да а 50% он немножко по поводу к примеру бороды он не согласен а по поводу остального он согласен с вами это так не бывает виновный в одном виновен во всем нарушитель это не надо он тебя подводит к блуду к блудодейной ереси все на этом скажут просто я знаю некоторых он крестит в полное погружение но кто попросит а некоторых плевает он должен быть извержен написано если не в три погружения должен быть извержен он уже извержен там может никакой благодати нет вот и все он смотри Андрей Кураев раскрутил это голубое лобби да слышали а его с места на место перекидывайте епископа а он уже никто никто вот у него ни благодати ничего нет он извергнутый он просто шиш антихриста а если у нас в округе в округе вот где я живу допустим без шеркви например на тело а вот а куда как обратиться понимаете мы с вами разговариваем как-то я не понимаю то вам нельзя то начальник на работе не такой почему у меня в жизни такого не было у меня обязательно будет я найду священника который ни в чем нигде не повинен нигде вот у нас сейчас такой священник это мой родной брат ни в одном правиле он нигде нигде абсолютно нет у нас нет торговли у нас только полное погружение все сто процентов у нас прихожан детей крещеных полное троекратное погружение что вы окружили себя так гнилушками да ты помолись Богу Бог тебя откроет там может рядом другой менее значимый может старец какой-то подойдите я вам сегодня посылал маленькую как проехать к нам да ну все вы имеете ввиду я скинул у меня все время тут что-то неладно в моем мире блокирует только скинул опять закрыли что из-за удачи не мог из-за пароля пароль дескать у меня не такой ну это порят они глупость так вот про десятину то есть с 50 тысяч 5 тысяч рублей надо отдать либо в храм либо милость у него дать милости это совершенно к десятине не относится не относится не относится никак десятину ну вы считайте малахи 2-я 3-я глава там подробно написано кого отдайте священству написано левиты везде приносили к ногам апостолов продавали имение это в новом завете мы считаем к ногам а нищие это другое он подошел Петр Иоанн говорит денег просишь серебра у нас нету нету то есть они отдали все ничего у них нету а что имеют туда и устань во имя Иисуса Христа иди надо просто довериться Богу довериться вот я вам рассказываю она с платком другую тоже женщину с бородой у нас все с бородами вот у нас увидите он там стоит бородка маленькая такая жиденькая чуть-чуть а это не просто работает а в краевой прокуратуре работал следователь по особо важным государственным делам это должность и ему никто не притесняет так мало того его в армию должны были взять так за него генерал-лейтенант начальник там ходатайства чтобы не взяли потому что тут военная организация считается как и так и все и армия прошла мимо это Бог делает так больших людей вам на встречу пошлет встанут на вашу защиту вам не придется защищаться даже совершенно я однажды сижу дома заходит какой-то там старший лейтенант я говорю что да я от генерала-полковника Пьянкова Бориса к вам приехал привез палатки три а я смотрю две где ну одну там мы вроде уже сплавили дорогу большие танковые палатки так мы из нее церковь сделали она метров двадцать длиной мощная такая ну как танки везут когда закрывают я обратился даже не ждал такого письмо как начальнику детского лагеря это Бог так делает понятно а еще про сон можно задам вопрос про сон давай про сон я сегодня снился сон и уже у меня наверное три подряд мне снится сон о том что я в своей квартире нахожусь с двумя друзьями делаю себе ремонт пол копаю оттуда ну находим такой как ну погребальный гробик оттуда выскакивает демон он вселяется в меня этот демон но но он вселится и через и через кто выходит из меня и вселяется в друга и говорит ты не можешь говорит это я не могу в тебя войти потому что ты будешь ходишь а потом ну и начал мучить моих друзей я его пытаюсь изгнать во имя Иисуса Христа молиться начинаю молиться перекреститься он меня как бы не слушает но в то же время он меня не может удалить и так расстановится я ему тогда говорю назови свое имя он мне имя свое назвал но я точно не помню какой-то или какой-то или какой-то что-то на ле такое и потом мучает в общем то в собаку то в этих то из всех этих на наши мучающие друзей я пытался молиться и пытался это делать но это во сне что происходит просто такие вот сны а вы во сне крест не видели? крест но я вот крестился во сне нет крест видели крест изображенный там или на храме или просто стоял где-то крест распятие не видели? распятие нигде не видел если вы видите распятие крест это на 100% сон от Бога но сами не старайтесь толковать найдите духов не я не стараюсь духовного а вообще есть такие духовные да духовного найдите священника ему расскажите я сдалека как могу говорить сон не хороший если сатана к вам привозил то во сне вы должны были победить его победить крестным знамением его и опрокинуть у меня приехал он из меня из меня выскочил и начал друзей мучить тебе я не могу мучить ну вот твердо держись это бороды больше не трогай хорошо понятно даже внешнего вида как Александр Невский говорил вид воина должен внушать ужас супостату а супостат главное это дьявол мы дети а вообще есть а вообще есть такие люди которые трактуют сон просто как из Ветхого Завета там же трактовали сны да такие просто то мы не можем приравнивать есть сонники священник наисподи спрашивает не веришь ли с нам это запрещено верить запрещено есть сон от Бога крест когда видно есть сон от дьявола когда обольщает и сон от переедания от забот излишних вот три вещи вы может думали а от переедания как понять ну как переперел да еще выпил где-то лежит ну и сон ему всю ночь на животе слон стоит понятно ну все Внатища все у меня вопросы закончились к вам в принципе пока все понятно будьте мужественны Александр никогда не стараюсь вы твердите вы уволите на работа такая пусть он только поставит скажи вы мне только напишите статью что за бороду уволили я вам скажу так честно и открыто наверное еще как бы такого укрепления еще на насильном нет вы подейте как положено и ведь не давайте он говорит и даже не слушай и больше не разговаривайте с ним он будет увольнять не говори ну и увольняй так не говори пока не получишь документ это дело подсудное он даже не понимает что такое ты можешь не ходить на работу полгода они не смогли уволить за что-нибудь другое как вы говорите надо найти за что вот у меня они не могли уволить за что-то они подыскивались и нашли что у меня на работе собираются люди и занимаемся болением на работе я сторожем был доказательств никаких не было видели ну зашли люди побыли больше ничего не было то есть они ищут это они будут вот как-то было я помню в Эскитиме работали и назначили рабочий день это кажется фамина неделя была воскресенье это ну гонят гонят работу завтра все даже явиться я говорю я ни суббота ни воскресенье не приду а почему да почему я еду в церковь говорю в храм а что это такое так я вас оповестил вы уже знаете он постоял маленько начальник ну ладно езжай за нас Богу помолись как бабы взыграли в машине нас на машине привозили я тоже сидите безбожники а я один поднялся и пошел ты стой чтобы они видели перед ними стоит христианин они вокруг будут валиться тебя пошел помолился перекрестился отрекаюсь сатаны всех дел его всех ангелов всех всей гордыни его и лично не разговаривай про себя твори молитву а начальнику может сказать когда-то надо какую-то книгу подарить или что-то дать знать скажи я не могу по-другому мне нельзя можно маленько сказать даже дайте ему наши резидки пусть он зайдет ну посмотрите я там поставил на работе вы ему на поле смотрите Лев Толстой стоит Достоевский какие у них бороды ну посмотрите у нас есть у начальников где я работаю они все с бородами поэтому я им пример показываю а у них просто прихоти их не понимаете прихоти еще я так сказал но вы уже видно что вам это нравится разговаривать вы даже разговаривать не стали вы лукавите я вам не верю вы бы в один день отрезали все а вы уже до нуждения берете бритву перед зеркалом схоблитесь я не могу вам верить это игра на многое тебя Бог уже не вызовет если ты в малом пятишься и кривишь душой не делай этого никогда я этого сделать не могу я христианин одно слово повторяю я христианин вы слышали вот так ему отвечай я этого сделать не могу это образ Богом данный мне и все вы увидите как все перед вами склонится а я вам не говорю я вам говорю что вам есть слова поэтому я хочу украинцы посильнее и посильнее понимаете я вам не лукавый не трожьте больше я понял вас он видит ты не бреешься ну и что ты не бреешься а когда борода они уже не говорят борода все тогда ну главное там это жена бывает мать а то мужчина против ты-то на кого похож яйца головые ну все спасибо вам скорпионе зад скажи скорпионе зад голый не лезь ко мне я помолюсь скажи у меня борода вырастет с Богом все спасибо на Богу Боже Слава Христи вот так Бог взял еще молодые давай вот так Александр у меня с ним забрали все как все на все что все хорошо понятное